Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил Климчук, и я сейчас нахожусь в достаточно интересном месте. Называется это поселок Бюкеджели. Рядышком со мной, справа от меня, строится атомная электростанция Акуью-Нуклеа. Достаточно интересная история строительства этой станции. С 1950 года Турция мечтала о том, что у нее появится наконец-то атомная энергетика, но постоянно что-то мешало, постоянно откладывали строительство атомной электростанции. Но дело в том, что в 2023 году будет 100 лет с момента создания Турецкой Республики, и руководство страны приняло решение построить значимые объекты, такие как канал Стамбул и станция Акуью-Нуклеа. То, что здесь строится атомная электростанция, конечно, может вызывать какие-то опасения. Но я сам житель атомного города, город такой в России есть, как Сосновый Бор, и я там проживаю с 2005 года. Поэтому проживание с объектом атомной промышленности для меня не чуждое. Мне очень хорошо известно, как вообще обстоят дела. Атомная промышленность генерирует радиоактивное излучение, и с этим формируется определенное общественное мнение. Существует два фона. Природный фон и фон, который создают атомные электростанции. Но основное отличие между природным фоном и фоном, который создает атомная промышленность, это то, что атомная промышленность контролирует этот фон. То есть она может регулировать объем выделяемого излучения. Сначала это, конечно, вызывало бурное негодование и протест в плане того, что здесь все-таки будет атомная электростанция, это будет вред окружающей среде. Но благодаря тому, что все-таки атомные электростанции не просто взяли и построили, никому ничего не сказали. Нет, они действительно занимаются просвещением населения местного. И местное население наконец-то увидело основные преимущества. Во-первых, это новые рабочие места. Очень большое количество новых рабочих мест. Это новые школы, это спортивные стадионы, это возможность заниматься бизнесом для тех, кто хочет заниматься бизнесом в Турции, для тех, кто хочет инвестировать. Представляете, это колоссальные деньги. И здесь кто бы, чем бы не стал бы заниматься, в любом случае сможет заработать. И люди, которые здесь проживают, это осознали. Следующая наша остановка – это деревня Тушуджу и город Селевке. Кстати, достаточно интересный тоже город исторический. Был построен еще при Александро-Македонской империи в 3 веке до нашей эры. И он до сих пор просуществовал. Мы туда тоже с вами поедем и посмотрим, что там интересного. Ну а сейчас я попробую полетать на дроне.